Радио «Эхо Москвы» и компания «РТВАЙ» представляют программу «Особое мнение». История со студенткой МГУ Варвары Крауловой, которую еще летом искали, потом нашли, вся эта история происходила у нас буквально на глазах, и вот сегодня стало известно, что якобы она на допросе признала свою вину в попытке участия в террористической организации. Вообще верится в эту историю, что девочка, студентка МГУ внезапно вот так стала? Она не девочка. Во-первых, ей 19 лет, она уже молодая женщина, вполне отвечающая за все свои дела, и считать и упорно называть ее девочкой – это просто искажение фактов. В 19 лет уже, понимаете, некоторые люди имеют семьи и, по крайней мере, участвуют в политике активно и напряженно, что, собственно, попыталась сделать Варвара Крауловой. Девочкой она стала, когда она, поехав, совершив драматическое, чуть было не ставшее трагическим решение в своей жизни поехать туда, обратно вернулась с папой под ручку. Вот тогда она выглядела девочкой, когда ее папочка из Турции привез в самолете, и когда папочка выводила ее там из самолета, это да, это позиция девочки. Также я считаю, что если она на самом деле, как нам сообщают следственные органы, продолжала переписку с людьми, находящимися в запрещенной террористической организации, тем более переписку в открытых сетях, то это не просто девочка, а это девочка, которая может быть девочкой в трех вариантах. Либо это полная дурочка, которая просто не понимает, что происходит, что делает, и просто как бы накатывает дело на себя, на тех, с кем она переписывается, на тех, кто участвует еще в этой переписке и имеет к ней доступ. Это же все люди пойдут по ее делу. Второе, это убежденная сектантка, которая хочет пострадать, так как она выглядела достаточно позорно, вернувшись вместе с папой в самолете, прямо скажем, и не как некая героическая личность, что, безусловно, ее как человека, там, знающего мировую культуру, владеющего языками, и, как нам сообщают, я, правда, с ней беседовал, с неплохим философским, неким базисным таким фундаментом, базисным философским, интеллектуальным, безусловно, удручать может. И она решила пострадать. Пострадать, получить не очень большой срок, там, правда, зависит от квалификации. Если там, потому что проговаривалась фраза «вербовка» в террористической организации, если это вербовка, если ей будут шить дела в вербовке, тогда, конечно, она получит серьезное. Что она вербовала. Да. Я не знаю, ей является ли это частью обвинительного заключения, но даже сама по себе контакты с террористами или с людьми, которые содействуют террористической деятельности, это, безусловно, преступление, которое человек не имеет права совершать. То есть, второй вариант, она просто хочет продолжать идти против рожна и пострадать. Третий вариант, она просто работает как утка подсадная под контролем оперов и делает это в рамках некой спецоперации. Признание своей вины – это, безусловно, правильное поступок своей стороны, поскольку это, безусловно, означает признание вины, сотрудничество со следствием, что если даже она получит наказание за это серьезное преступление… До 15 лет лишения свободы. Ну, за… Нет, секундочку, она все-таки не участник. В попытке участия. В попытке участия. В попытке участия. Это надо еще доказать, что это была попытка участия. Ну, по этой статье до 15 лет лишения свободы. Ну, в общем, это серьезное, серьезное преступление, тем более в России, которая страдала от террористической деятельности. Так, и поэтому вот у меня такие три версии относительно Варвары Карауловой. Вообще, вот эта история с Варварой Карауловой, нам же очень часто говорят о том, что вербуют, что у нас вербуют девочек, там, мальчиков. Вот у нас же, помните, была же история мужа Волгоградской смертницы, который тоже пропал после посещения курсов арабского языка, и тоже вся эта история была. Я отказываюсь называть их девочками и мальчиками. Они ведут иногда себя, вот Варвара Караулову, как девочка. Но она полноценный взрослый гражданин. Хорошо. Почему она девочка? Граждан разного пола. Давайте, если вам не нравится своя имя… Давайте, да, мужчины и женщины вербуют, мужчины и женщины. Многие сами вербуются. Здесь есть очень интересный феномен. Большинство людей, которые туда уезжают, это никакие не наркоманы и не низы общества. А это люди, выходцы из интеллигентных, интеллектуальных, может быть, даже слоёв. Это люди, которые имеют доступ к образованию, к ресурсам интеллектуального развития. Это значит, что они своим умом доходят до чего-то, до чего-то они не могут дойти? И до того, что им подбрасывает, естественно, жизнь, книги всегда находят те, кто хочет их прочитать. Когда-то дочка одного из крупных чиновников, Соня Перовская, нашла книгу, наверное, это был там «Фурье» или «Сен-Симон» или «Оэн», допустим, ну, как мы помним. Прочитала и поняла, что жизнь её буквально подталкивает к тому, чтобы стать членом народной воли вместе с Кибальчичем и всеми остальными, подготовить покушение на царя. В какой-то момент другие девочки XIX века... Да, собственно, это... Девочки. Девочки, ну, мы сейчас обсуждаем женские судьбы, они описаны в великом романе Николая Лескова «Некуда», в образе Лизы Бахаревой, одной из дворянских девочек, которая там... Начинается же роман «Две девочки», одна уходит потом в материнство, и там в монастырь, материнство, такую праведную жизнь. А Лиза идёт таким трагическим путём первой народницы и попадает в революционные такие сектантские организации, там такие блистательные образы, там, Навтула Соловейчик или этот вот швейцарец там был, который, значит, она полюбила всей душой, который приехал воевать там за восставших поляков в 1963 году. Алёша Карамазов такой же тип, описанный Достоевскому. Ведь во второй части ненаписанного романа, который Фёдор Михайлович не успел дописать, Алёша, уйдя из монастыря, должен был стать цареубийцей, он должен был взойти на плаху и попытаться убить царя. Путь нигилизма, движение к нигилизму – это достаточно свойственный интеллектуалам путь, который подробно исследован, описан в мировой культуре, литературе и психологии. Вы сейчас так романтизировали это всё, что мне даже страшно спрашивают... Я не знаю, как это есть, но вы можете, конечно, представлять это просто тупой идиоткой, которая поддалась на зазывание интернета и вот решила таким образом сбежать от нелюбимого отца. Я думаю, что речь не идёт в данном случае, в данном контексте о студентке философского факультета как о тупой идиотке. Такова была Урика Майнхоф или Кудрун Энслин в Германии. И Майнхоф, и Энслин происходили из, скажем так, выдающихся немецких семей. Майнхоф – это был сподвижник Лютера, один из переводчиков Библии на немецкий язык. Энслина – это тоже очень старая лютеранская фамилия. Они учились в привилегированных колледжах в послевоенное время, происходили из антифашистских семей, между прочим. Занимались христианскими разными делами. Энслин, по-моему, работала в приюте для слепоглухонемых детей. У Лирика Майнхоф тоже занималась остросоциальной проблемой. В итоге пришли в РАФ, в радикальную леватскую террористическую группировку. Поэтому эти пути человека бунтующего, тут я вспоминаю уже эссе Альбера Камюа и его исследование этого вопроса, истории нигилизма и радикализма, это пути, которые для европейской культуры очень важны и очень проблематичны. Исламский радикализм, который проповедует ИГИЛ сегодня, это одна из форм нигилизма, радикального нигилизма, в том числе и по отношению к исламскому миру. ИГИЛовцы являются абсолютной точкой конфликта по отношению даже к салафитам. Недаром они воюют Джаббат Ан-Нусра и сирийской свободной армии с другими группировками, противостоящими Асаду. Почему они с ними воюют? Потому что они требуют абсолютно такой доктринёрской, нигилистической системы подчинения этому псевдо-халифу. Аль-Багдаде, сидящему в Раке, или где он там сидит, я не знаю. Аль-Багдаде, приносишь баят, присягу халифу, и ты типа нормальный мусульманин. Не приносишь, ты отступник. Так он же не халиф, если так. С точки зрения большинства мусульман, в том числе салафитов, в том числе так называемых ваххабитов, он не просто не халиф, а опасный самозванец. Мы продолжим особое мнение буквально через несколько минут с Максимом Шевченко здесь, в эфире радиостанция «Эхо Москвы». Я не нашёл в 1С счёт, который вы должны были выставить две недели назад. Где он? Есть моменты, которые могут испортить долгожданный отпуск сразу и безвозвратно. Но решение есть. 1С предприятие от Хост-Икс через интернет. Доступ к вашей программе 1С предприятие с любого устройства и с любой точки мира. Да вот же он, Виктор Иванович, от 18 мая. Точно, я не заметил. Ладно, приятного отдыха. Работайте из отпуска, офиса, дома. Работайте в единой базе 1С. Попробуйте две недели бесплатно. Хост-Икс. Радио «Эхо Москвы» и компания «РТВАЙ» представляют программу «Особое мнение». Продолжается особое мнение Максима Шевченко. Мы говорим про студентку Варвару Караулова, мы говорим про ИГИЛ. И я хочу спросить, вот вы рассказывали про все эти истории, скажите, а секты? Вот секты в нашем полном понимании сект. В России много сект. Это примерно похоже на то, что случилось с Варварой Карауловой? Я считаю, что нет, абсолютно нет. Ну, в принципе, любое сектантское сознание, которое характеризуется двумя аспектами, как минимум. Первое – это абсолютная убежденность члена какой-то группы в своей правоте. И второе – это абсолютное недоверие к внешним источникам критики внутренней доктрины. Это два таких фактора, которые я лично сформулировал как признак сектантского сознания. Отсутствие критического мышления. Отсутствие критического мышления и абсолютная императивность внутренней собственной доктрины. Я считаю, что это явление, которое мы наблюдаем в лице Варвары Карауловой, других ребят, которые бегут туда. Я не обобщаю всех, но большинство из них, из очень хороших семей, на самом деле, из Кавказа, и Средней Азии, и другие. Не все, но большинство из таких образованных слоёв общества. Но европейцев очень много. То, что мы видим в видео, французы, немцы, англичане, это там, казалось бы, ребята, перед вами открыты все дороги карьерного роста с вашим-то образованием и происхождением, а вы бежите туда. В чём проблема? Ну вот странно. Проблема, которая выразилась, в частности, в идеологии Елизаветы Фёдоровны, нашей святой и великой княгини, замученной потом в Алапаевских шахтах в 1918 году, и Каляева, человека, который убил её мужа. Иван Каляев бросил в бомбу великого князя Сергея. Она пришла к нему в камеру, этот диалог описан. И Каляев её поразило то, что он был верующим человеком, Каляев. Говорит, я не верю в то, во что верите вы, но я верю в Бога. Это внутренне религиозный пафос, внутренне религиозное сознание, собственные правоты, абсолютные, тотальные и несомневающиеся, это очень привлекательная вещь. Как этому противодействовать? Что этому можно противопоставить? Я считаю только слова, допустим, как христианин, я говорю о проповеди Христовой любви, другого нету, ничего. Но это, безусловно, серьёзное испытание и соблазн, который посылается людям. Максим, вы смотрели фильм «Unbelievable», не помню, как он переводится правильно на русский язык, потому что этот фильм не пустили в русский прокат, там, где герой заложил якобы три бомбы в разных американских штатах, и, собственно, после этого сдался властям, и они его пытают. Мне достаточно посмотреть «Родину», «Великий» только не наш, это вот российскую поделку. Сериал «Родина», да. Только вот не то, что сделали здесь, а вот американский. Первую серию, первую серию, где он, собственно, должен исполнить тот теракт, которому его готовит Аль-Каида. Глубочайшие психологические просто переживания, глубочайшая внутренняя такая вот борьба героя. Просто вот в том фильме, вот в «Unbelievable», я просто не знаю русского эпитета, в смысле правильного, да, дело не в этом. Дело в том, что во время допроса этого человека, который як говорит, что заложил три бомбы, во время этого допроса у всех героев фильма ломаются все их основы веры, что нельзя мучить женщин, что нельзя мучить мужчин, что нельзя мучить детей и так далее, и так далее. Человек наделён свободой воли, и человек наделён уникальной возможностью, которая, собственно, является одной из, ну, скажем так, возможностей его внутреннего спасения духовного, какой бы грязь мы ни заходили. Это, собственно говоря, оставить под сомнение правильность своих подступков. Человеку дана высшая этика, пусть меня обвинят в религиозной пропаганде, но я знаю, что высшая этика человеку проповедована и дана. Если в человеке есть дух или печать Духа Божьего, то есть дух свободы, сомнения и желания, как говорится, внутреннего ощущения, что есть нечто правильное, по сравнению с тем, что он переживает, мы называем это совестью, это один из отголосков этого, то тогда человек будет следовать этому, собственно говоря, и идти туда в этом направлении. Так а кто сильнее в результате оказываются? Люди, которые вот внутри этих своих моральных принципов и совести, или люди, которым вообще наплевать на всё это, они идут к цели, и всё что угодно готовы растоптать ради этой цели. Вот кто сильнее из них на самом деле в результате? Есть две силы. Есть силы мира сего, когда человек или группа людей, или государство, или власти фактически присягают царю мира сего. Царь всех царей – это дьявол. Это безусловно так. Есть сила, которая идёт от Бога, которая для христиан выражена во Христе, например, в человеке, который отказался от искушения, которое ему предлагал дьявол стать повелителем всех царей земли, получить абсолютную власть, и который пошёл вперёд, движимый любовью своей, на самом деле внутренней этикой абсолютной, которую он постулировал всей своей жизнью и которую он проповедовал. Две силы. Кто сильнее? Ирод или Христос? Конечно, Христос для меня сильнее, потому что сила не измеряется этой жизнью. От Ирода остались одни обломки, от Христа остался целый мир, и остался, и продолжает развиваться. Знаете, иногда смотря... Никакой Александр Великий не сильнее правды Божьей. Поймите, что это так, на самом деле. И русская история это доказывает как нечто другое. И две женщины, умученные в Боровской яме, боярине Моросова, боярине Урусова, я часто бываю в Боровске, я сам не старобрядец, но я считаю, что этот раскол он носит такой политический, формальный характер. Я стою над этой ямой в этой часовне, где две прекрасные русские женщины просили хлебушка, хлебушка, царь дал приказ хлеба им не давать, и епископы царские это поддержали, тогдашние неконьянские. И только охранник один уже в день перед смертью, они сняли с себя эти рубашки грязные, в которых они там сидели, отдали ему, сказали, постирай их, спустись, мы хотим умереть в чистых одеждах, к Богу прийти. Он нарушает, значит, приказ, за что он спасётся. Спустился, постирал, дал им, и они тогда умерли, предстали перед Господом, понимаете. Вот это вот стояние в правде, кто сильнее, Боярине Морозовой и Боярине Урусова, или цари и митрополиты, которые их кинули в эту яму гнить заживо, они, безусловно, бесконечно сильнее. Ну, судя по всему, история всех пытается рассудить в результате. Но мы ушли далеко уже от Варвары Карауловой. Я ещё раз считаю, что её поступок не имеет оправданий, и нельзя иметь никаких отношений с террористическими группировками. И она, слава Богу, она признала свою вину. Я надеюсь, что она больше не будет повторять этих глупостей. Другая история, которую мы с вами начали обсуждать неделю назад, страшная история, которая произошла в Санкт-Петербурге, где погиб пятимесячный ребёнок, которого отобрали у мамы, её отправили в суд. Ребёнка отправили в больницу, он там скончался, и только на следующий день родители об этом узнали. Там есть множество разных продолжений этой истории. Вот вам за неделю того, что мы с вами видели, и заявления правоохранительных органов, и разных других ведомств, стало понятно, кто на самом деле виноват в том, что произошло? Позавчера Совет по правам человека при президенте Российской Федерации, Совет по развитию гражданского общества и правам человека на заседании президиума сформировал группу, это не рабочая группа, рабочая группа формирует только полное заседание Совета, но специальная группа, которая выехала уже в Петербург, и некоторые уже там работают, вот Евгений Бобров, например, туда входит Мара Фёдна Полякова, выдающийся юрист и правовед, Яна Лантратова, Андрей Бабушкин, я тоже вошёл в эту группу, которая должна представить результаты собственного расследования, общественного, естественно, мы не следователи, по крайней мере, неуполномочены юридической нормой, хотя Мара Фёдна – один из выдающихся криминалистов нашей страны. Как говорится, по тому, что мы видим. И вопросов, пока вопросов очень много, пока вот мы составляем список вопросов, их буквально десятки. Первое. На основании какого законодательного акта у матери отчуждили ребёнка? Все эти сказки про то, что плохое помещение там было, она была плохая мать, это всё полная ерунда, потому что журналисты уже 10 тысяч раз описали, что это всё не так, почему его передали полиции, почему не передали органам опеки, на основании какой ведомственной инструкции с ним находилось, как мы видим на видео, сильно отредактированном и в отделении полиции, значит, там некая женщина в полицейской форме, которая кормила его. А чем она его кормила? Она у матери поручила консультацию, что ему можно, что нельзя. А может, у него аллергическая реакция на молочный белок или на другие типы молочных смесей, что они сходили за угол, купили в ближайшем магазине молочную смесь для пятимесячного ребёнка, который находится на грудном питании? Каждая женщина, каждая мать знает, что отлучение от груди – это достаточно тяжёлый процесс длительный. Вот эти вот вопросы и многие другие мы жёстко сформулируем и, безусловно, выразим свою общественную позицию по окончании расследования. Пока вопросов действительно больше, чем ответов по этому поводу. И я напомню нашим слушателям, что через несколько минут «Особое мнение» журналиста Максима Шевченко продолжится. Радио «Эхо Москвы» и компания «РТВАЙ» представляют программу «Особое мнение». Продолжается программа «Особое мнение». Ирина Воробьева, Максим Шевченко здесь в студии. Про украинскую библиотеку хочется поговорить и про задержание главы библиотеки украинской литературы Натальи Шариной. Её подозревают в разжигании национальной ненависти «Вражды». Накануне там прошел обыск, и следователи задержали её после того, как обнаружили якобы в этой библиотеке книгу Дмитрия Корчинского, которая признана экстремистской. Вы верите в историю о том, что библиотека украинской литературы здесь подпольненько так распространяла экстремистскую литературу и, так сказать, ввела... Ну, моя позиция принципиальная, я всегда её озвучивал, подчёркивал. Я являюсь решительным противником этого законодательства, которое запрещает книги. Я считаю, что нет книг, которые нельзя было распространять, за исключением, там, не знаю, вот, сегментов, допустим, несовершеннолетних, которым нельзя давать литературу порнографического, эротического или какого-то ещё иного содержания. Вот совершеннолетние должны быть ограничены от особого типа книг каких-то. А взрослые люди имеют право читать, обсуждать любые книги. Дмитро Корчинского, там, не знаю, Эдуарда Лимонова, кого угодно, какие угодно. Майнкампф, понимаете, там, не знаю, книги, которые толкуют разные радикальные взгляды и учения для того, чтобы с ними можно было полемизировать. Надо развивать общественную полемику, а не полицейские и жандармские меры. В своё время в истории России, уж если мы начали с XIX века, был уже, понимаете, кружок Петрашевских был уже приговорён к смертной казни за тетрадку, в которой был проект, по-моему, там энциклопедия была, в которой было там достаточно радикальные мысли написано. Но, Максим, простите, что я перебиваю. Я против, я требую просто, ну, просто призываю освободить эту женщину, прекратить уголовное дело и прекратить преследование людей за наличие у них чтения определённых книг или распространения там каких-либо книг. Вы же помните, когда мы с вами Варвару Караулова обсуждали, вы же сами сказали, что это книги, которые они читают, это, в общем, одно из следствий того, что Полемизируйте с этими книгами. Я считаю, что тому, кому суждено быть повешенным, тот не утонет, понимаете? Если человек идёт в радикальную организацию, он всё равно до неё дойдёт, независимо от того, какие книги он читает. Конечно, правильно было бы, вспоминая Высоцкого там, там, как говорится, значит, нужные книги ты в детстве читал, да? Но вообще сам по себе запрет книг – это позорное явление. Вот в самой сильной стране мира, современной США, книги запрещать запрещено. Там нет запрещенных книг. И это одна из самых стабильных внутренних, на самом деле, общественных систем. Потому что там созданы обществом такие институты маргинализации радикализма, его выявления, полемики с ним на ранних этапах, замыкания радикальных групп каких-то сектанств, каких-то узких форматов и каких-то социальных клетках таких, понимаете, без тюремного какого-то заключения, что общество является саморегулируемым. А у вас сегодня, понимаете ли, вот эти все законы, которые дают огромные полномочия в руки следователям, операм, судьям и так далее, прокурорам, они на самом деле антиобщественные. Потому что сегодня эта книга экстремистская, даже вот закон о сакральных текстах, мы его обсуждали, ну, он написан наспех книги, вот, допустим, ну, вот, смотрите, допустим, запретить там запрет сакральных текстов, Библии, Корана. А в каком переводе вы рассматриваете Библию, Коран? Вы переводы, перевод – это текст или это уже комментарий? Что, допустим, Библия существует в нескольких переводах, в синодальном переводе, в церковно-славянском переводе, в старобряческой интерпретации, да, в старобряческом, значит, изложении, в переводе Сергея Сергеевича Аверинсова, достаточно модернистском. В переводе, по-моему, Ольга Седокова, если меня память не изменяет, пусть она меня простит, если слышит, занималась или экспериментировала с переводами, значит, библейских текстов, какой именно из переводов вы запрещаете запрещать? Запретили признавать экстремистскими, насколько я помню. Ну, что именно, что? Вот на арамейском языке, что ли, запрещено признавать экстремистскими, и на греческом новое писание? А Коран на какой перевод? Только на арабском Коран запрещен, а вот, не знаю, там, 7 или 8 переводов на русский язык, какие из них? Все разрешены или какие-то вам не нравятся, может быть? Или вы считаете, что смысл какого-нибудь арабского слова, допустим, там, не знаю, переводится везде одинаково во всех этих текстах? Так что нужно просто вот по списку сказать? Вообще не надо ничего запрещать, надо давать возможность людям развивать общественную полемику с тем же Майнкампф, с писаниями Геббельса, с писаниями Розенберга, понимаете, со всеми этими неонацистскими сводами литературы, не с мифологией бороться, которой на самом деле нет. Нет, люди же, ведь у любого мифологического знания есть одна особенность. Человек внутренний ему не верит, пропаганде человек не верит потому, что пропаганда боится процитировать первоисточник, как это было в советское время. У нас была такая глава в учебниках истории в школьных, ну, вы не помните, вы молодая, а я вот прекрасно это помню, там, фальсификаторы, значит, истории Великой Отечественной войны. Вот больше всего хотелось, клянусь, этих фальсификаторов прочитать после этой прочтения вот этих полутора или двух с половиной страниц. Так вы про фальсификацию истории сейчас много очень говорят, на самом деле. Так дайте тогда прочитать фальсификатор, чтобы мы поняли, с чем вы боретесь. А есть ли сейчас площадки для того, чтобы площадки любого характера вообще... Короче, я против преследования библиотеки украинской литературы и готов подписать письма в ее защиту, говорится, обращенные к президенту, кому угодно. Я считаю, что это преследование абсурдно, противозаконно, и оно против здравого смысла. А есть ли сейчас площадки любого характера, будь то на телевидении или просто общественной площадке, где можно было бы вести эти диалоги, о которых вы говорите? Просто, ну, хотя бы любые диалоги на какие-то очень тонкие или острые... Ну, конечно, вот программа большинства, Сергей Минаев, допустим, отличное ток-шоу, свободное, ведется, прекрасная дискуссия в пятницу, завтра смотрите. Спасибо, Максим. Ладно, хорошо. Я еще про Украинскую библиотеку, точнее, Библиотеку Украинской литературы вот что хочу спросить. Не напоминает ли вам это 2008 год, когда были гонения на людей с грузинскими паспортами, грузинскими фамилиями? Вот сейчас тоже какая-то такая история. Ну, тогда пусть меня тоже гонят, я Шевченко, и не отрекусь от своей фамилии. Гоните меня. Не, ну просто не напоминает ли вам эта история, потому что это просто довольно странно. Блаженно гонимые правды ради, изгонимые правды ради. Понимаете, нет, оно так не напоминает, но что-то есть общее. Система, когда начинает впадать в маразм, она впадает в него сначала по-крупному, потом по мелочам. И здесь есть элемент маразма вот в этом во всем. Как говорится, чтобы никто не расслаблялся и чтобы минский процесс нормально не осуществлялся, чтобы Украина и не находила как бы пути к миру, чтобы все усилия там Путина, Меркель, Порошенко и Оланда по мирному разрешению украинского страшного кризиса не были доведены до нормального какого-то результата, надо вот начать погром библиотеки украинской литературы. Я считаю, что это делает то те, кто выступает против минских соглашений, против Минска-2. Это моя личная принципиальная позиция. Продолжается особое мнение Максима Шевченко. Знаете ли вы бывшего министра сельского хозяйства Елену Скрынник? Ну, лично не знаю и не хочу, честно говоря, ни одной секундочки быть с ней знакомым. Почему? Ну, я считаю просто, что ее деятельность, она не носила конструктивный характер. Я никогда не забуду это ее решение увеличить долю импорта, то есть закупок внешнего продовольствия в ущерб развитию внутреннего технологической базы сельского хозяйства. То есть она была одна из тех министров, ну, хотя мне интересно, конечно, было бы с ней сделать интервью и поговорить с ней об этом, может, я не прав, и она развеет как бы то ощущение, которое тогда у меня создалось в отношении нее. Она является либералом, законченным сторонником вхождения России в глобальный рынок. Вся ее деятельность ультралиберальная, которая содействовала развитию сельского хозяйства, там, не знаю, в США, в Израиле, в Аргентине, во Франции, в Испании, только не в России, честно скажу. И потому что она как бы тогда говорила, что мы справимся. Я помню, как она докладывала президенту, не помню, кто тогда был президентом, правда. Ну, она с 8-го по, не помню, какой год была. Ну, значит, Медведеву, что мы справимся, что вот мы закупаем продовольствие за границей, выделены огромные ресурсы, все будет хорошо. Мне кажется, задача министра сельского хозяйства в другом. Это, прежде всего, развивать сельское хозяйство в своей стране. Ну, сейчас-то, в общем, все развивается, конечно. Вы про ее 60 миллионов, которые были есть или нет. Да, и знаете, даже не столько эти 60 миллионов, сколько новости сегодняшние о том, что ее исключили из партии «Единая Россия», и секретарь генсовета Сергей Неверов сказал, что она утратила связь с партией. Напомнил, что она за рубежом просто проживает и так далее. Это очень интересно. Она еще за рубежом проживает? Ну, вот долгое время, он Неверов говорит, что проживает за рубежом. Вот этот шаг «Единой России», это такая ожидаемая история, да, избавляются от всех, кто попадает в канал? Я просто не слежу. Я не являюсь членом этой партии, никогда не хотел им стать. Хотя с уважением отношусь ко многим людям, которые входят в эту партию, там совершенно разные есть люди, поверьте. Есть очень порядочные, преданные своему делу и своей стране люди, как и во всех других партиях. И в либеральных, но это их партийное дело, я, честно говоря, не знаю деталей. Но скрынник – это непопулярный политик в Российской Федерации, безусловно, политик ультралиберальных экономических взглядов. Или, как сказал Евгений Максимович Примаков, день рождения которого сегодня в своей знаменитой лекции на клубе «Меркурия» не у либеральных взглядов. Как раз сегодня я вот был во Всемирном торговом центре, там в присутствии министра иностранных дел, Сергея Вадимовича Степашина, Геннадия Андреевича Зюганова и многих других, ректора МГИМО, господин Туркунова и господин Катырин, глава торговой палаты, как бы было заседание Примаковского клуба, такое очень интересное, на мой взгляд, и вот, в частности, вспоминали это выступление при Евгении Максимовиче Примакове и 14-го года, и 15-го года, в январе, и вот я тоже его читал, естественно, перед этим заседанием, ещё раз перечитывал, и там вот этот вот неолиберализм, критика Примаковым неолиберальных принципов была достаточно хоть и дипломатичной, но внятной и в его исполнении очень жёсткой. И вот Скрыник – это именно тот самый неолиберал, который вот противостоял тому курсу, о котором говорил Примаков, и о котором, кстати, сегодня многие говорили. А сегодня неолибералы в правительстве есть? Ну, оно просто целиком неолиберальное. Целиком неолиберальное правительство. Целиком неолиберальное правительство. Я считаю, что это нормально, я считаю, что должны быть, как говорится, две возможности у страны. Пусть у нас тори меняются с лейбористами, но неолиберальное правительство, которое правит в России за редким исключением Примакова и Степашина, почти 25 лет скоро неолибералы правят, и, может быть, ещё путинское время, оно не неолиберальное, оно либеральное по экономике, потому что неолибералы отличаются от либералов тем, что либералы делают доминанту на свободе торговли, а неолибералы на доминировании финансовых институтов и снятие всех барьеров какого-то государственного участия в экономике. С точки зрения неолиберализма всё должно быть абсолютно принадлежать только частникам, а государство носить такую отстранённую регламентирующую функцию и в экономике никак не присутствовать. Многие в этом политическом, конечно, неолибералы, но это не сделает их там врагами или какими-то плохими людьми, просто пора этот курс уже менять, это очевидно. Но, послушайте, ничего не принадлежит частникам. Об этом говорят Глазев, об этом говорят Ситов, об этом говорят многие. Но ничего не принадлежит сегодня частникам. Это вам так кажется, Ирочка. Ну, слушайте, давят же всё. Они имеют все банки, банки практически, многие ведущие банки, я не хочу сейчас называть какие-то бренды, они частные. Они принадлежат… Я недавно читал информацию, что огромная доля российского сырья, российского промышленности принадлежит иностранцам, на самом деле, до 75%, ну, 72% я такую цифру видел, через банковские структуры, через разного рода аффилированные какие-то совместные предприятия и так далее. Внутренний капитал не имеет ни возможности полноценных развития, потому что кредита никакого нет. Кредит под 15-20% – это не бизнес-кредит. Люди вынуждены брать всё равно кредитоваться у западных банков практически под ноль процентов, а потом тут внутри страны работать. Возмущению моему нет предела. Знаете почему? Потому что очень интересную тему мы с вами завели прямо под конец программы. Я надеюсь, что и мы её сможем с вами обсуждать эту тему. Может быть, если повезёт, в следующий раз мы с вами Короче, неолибералов спасибо, до свидания, до новых встреч. И Максиму Жущенку тоже спасибо большое за свое мнение. До свидания, счастливо.